В эфире информационная программа «Пульс города». Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Наведем ли порядок к юбилею? Как в Кандалакше проходят субботники? Похожие на такие разные. Представители Финляндии и России обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Тактическая, огневая, строевая. Десятиклассники участвуют в военных сборах. Откуда берутся тройные квитанции? Как готовится жилфонд к новому отопительному сезону? Насколько добросовестно очищаются от грязи придомовые территории? Об этом и не только говорили сегодня на очередном заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На этот раз в повестке дня шесть вопросов. Один из самых трудно решаемых связан с расчетами перед ресурсоснабжающими организациями. Так, например, на Невитри жители некоторых домов до сих пор получают тройные квитанции за коммунальные услуги. Суммы за одно и то же приходят не только от нынешней компании «Домовой», но и от бывшей УК ЖКС. Кроме того, счета выставляет рифт. И пока организации разбираются между собой, квартиросъемщики пребывают в недоумении, куда платить. На сегодняшний день, по мнению Сергея Пузанова, только его управляющая компания имеет законные основания собирать с населения деньги. Что же касается обслуживания жилфонда и его подготовки к новому отопительному сезону, замечаний в адрес управляющих компаний и ТСЖ высказано немного. Большинство вопросов находится в стадии решения. На сегодняшнем совещании затронули еще одну важную тему. Она касается организации в нашем городе субботников. Представители управляющих компаний и ТСЖ рассказали о том, каким образом выполняются требования местных властей, как к уборке придомовых территорий привлекается население. А затем наша съемочная группа побывала в некоторых районах Кандалакши и сравнила отчеты с реальностью. В том, что массовая уборка не организовывалась, открыто признались только трое из присутствовавших. Так, по словам Алексея Гарусова, все намеченные в ТСЖ субботники провалились. Но причину этого он называть не стал. Другие представители управляющих организаций заверили, что мероприятия уже проводились. А по некоторым адресам, как пообещали на заседании, субботники ожидаются буквально на днях. Чуть ли не завтра, заверил ГУК, выйдет на уборку Кировская-20. Но, приехав к этому дому, мы поняли, что жильцы вряд ли в курсе таких планов. На подъездах ни одного объявления. Каким образом дойдет до людей информация, пока не ясно. А убирать здесь действительно есть что. Каждой весной территория вблизи 20-го дома требует большой работы. И то, что в субботник дело непростое, но нужное, убедились жители других домов на Кировской. Там управляющая компания вовремя вывесила приглашение, и люди пришли. Меня очень порадовало то, что вышли очень много людей. Приняли активное участие. Не всегда так бывало. Правда, инициативными оказались в основном пенсионеры. Молодежь, что обидно, отстранилась. Кроме того, убрать-то все убрали, говорят жильцы, да мусор до сих пор полностью не вывезен. А к нему добавилось и все то, что осталось после работ, проведенных у КЖКС. Они наделали делов здесь. Нам сейчас пришлось убирать. Мы сейчас перешли от ЖКС в ГУК-2. И сейчас ГУК-2 придется убирать за них. Я не знаю, почему у нас власти говорят, мы не можем ничего взять. Не может быть такого. К примеру, жители Кировской 4042 и их управляющей компанией последовали совсем немногие. В большинстве многоквартирных домов собственники до сих пор даже не знают, намечается у них субботник или нет. Объявленная администрация и двухмесячник по благоустройству города продолжается. Это значит, что каждый может внести свою лепту в общее дело. Тем более, что уже через неделю в Кандалакше состоятся торжества. Город отметит 75-летие. Сегодня свое мастерство показывали сотрудники пожарных частей. В Кандалакше прошел конкурс на звание лучшего звена газодымозащитной службы. Такие соревнования давно стали традиционными. В них входит как теоретический этап, где сотрудникам пожарной части необходимо ответить на ряд вопросов, так и практический. За звание лучшего газодымозащитного звена сегодня боролись несколько пожарных частей из Кандалакши, Умбы, Ковдора, Зеленоборского, Зареченска и Полярных Зорь. Главная цель соревнований – повышение профессионального мастерства огнеборцев. Отработка навыков и действий в условиях сильного задымления. Ведь зачастую их приходится применять при спасении людей в реальных условиях. Развитие газодымозащитной службы показывает, что это очень практически правильное применение. Работники, имеющие достаточный опыт, активно используют приобретенные навыки при тушении пожара. В основном это связано со спасением людей из задымленных квартир, где развитие очага пожара идет. Защищается работник с помощью аппарата. Соответственно, он защищен сам, может спасти человека. Работникам пожарной службы предстояло как можно быстрее пройти полосу препятствий. Подняться с грузом на учебную башню, переместить колесо при помощи кувалды, перенести пострадавшего. При этом в полной амуниции, вес которой достигает до 15 килограммов. Но, как отмечают сами огнеборцы, справиться с поставленной задачей и показать хорошее время было хоть и непросто, но вполне возможно. Самое сложное, наверное, то, что с рукавом, с песком бежишь. Рукав с песком тяжелый. Вот самое сложное. В принципе, а так ничего сложного. По итогам проведенного конкурса, звание лучшего газодымозащитника досталось Виктору Капитонову, начальнику ПЧ-65 и Зеленоборского. Среди частей, лучше всех с поставленной задачей, справилась команда ПЧ-62 и Зумбы. Далее новости короткой строкой. С 15 мая в регионе официально объявлено начало пожароопасного сезона в лесах. Жителям области, проживающим в сельской местности или находящимся на отдыхе на природе, настоятельно рекомендуют быть в это время особенно внимательными и бдительными. Соблюдать особую осторожность при обращении с огнем, ведь даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару. В рамках мониторинга природных и техногенных процессов за портом Витина и Беломорской нефтебазой ведется наблюдение из космоса. Как сообщили в региональном управлении МЧС по Мурманской области, главная цель наблюдения – не допустить ситуацию, которая произошла весной 2011-го, когда в результате паводка в Кандалакшский залив попали нефтесодержащие воды. С начала этого года правом на материнский капитал в Мурманской области воспользовались чуть больше 500 семей. Большая часть из них направила полученные средства на улучшение жилищных условий, остальные – на образование детей. Региональные власти заключили муниципальный контракт на уборку и ремонт 29 детских игровых площадок. Кроме того, в течение лета будут установлены два новых спортивных комплекса – волейбольно-баскетбольные, возле 6-й Зеленоборской и 19-й Кандалакшской школ. У последней также появится искусственное покрытие – небольшое футбольное поле. В Кандалакше работает первая трудовая бригада школьников. Она сформирована на базе детской эколого-биологической станции. Эта смена считается дополнительной, потому что официальное трудовое лето откроется в июне. Подробности далее. Около 500 подростков в возрасте 14 до 18 лет будут трудоустроены на время летних каникул. В прошлом году удалось создать 485 таких рабочих мест. Как и прежде, ребята займутся очисткой территории от мусора, отделением участков, закрепленных за каждой бригадой. Время работы – 4 часа в день. За месяц школьники смогут заработать около 6 тысяч. По заработной плате у нас долевое участие – муниципальные средства, управление образованием и наша материальная поддержка. По каждому месяцу это будет разная сумма. И связано еще и с периодом работы в каждой смене. Но в любом случае зарплата выше, чем в прошлом году. Первая смена, самая многочисленная, стартует 3 июня. Она продлится до 27 числа. Две другие смены распределены на июле-август. А в сентябре заработает дополнительная бригада. Всего же наводить порядок в Кандалакшском районе выйдут 37 коллективов. Развитие международного туризма на юге Кольского полуострова и сотрудничество в этой сфере между Россией и Финляндией. Этой теме была посвящена конференция, открывшаяся сегодня в Кандалакше. Мероприятие организовано в рамках проекта приграничного сотрудничества «Сала Грейт». Число россиян, следующих на отдых в Финляндию, с каждым годом становится все больше. Количество же финских туристов, стремящихся провести в России день-другой, стабильно мало. Исправить эту ситуацию – одна из основных задач международного проекта «Сала Грейт». Участвуют в нем муниципалитеты Юга Кольского полуострова и Восточной Лапландии. Первые хотят принимать гостей, а значит развивать туризм и экономику своей территории. Вторые готовы ехать. На севере России есть на что посмотреть. Это спорт, это охота и рыбалка и новое для нас направление – ностальгический или военно-патриотический туризм. То есть финны готовы к нам тоже привозить свои группы для посещения кладбища, для посещения мест боевых действий. Это наша история. Мы воевали, здесь много полегло и их людей. И приезжая сюда почтить память, они могли бы тоже посмотреть, что происходит в России. Потому что действительно сегодня было сказано о том, что несмотря на природную схожесть, то есть все-таки мы похожи территориально, мы очень близки. У нас очень большая разница в культуре. Российская культура, традиции нашей страны – это то, что сейчас интересует как финнов, так и туристов со всего мира. Наши скандинавские соседи готовы привозить их в Россию, а пока ждут конкретных предложений. Мы ставим своей целью разработку конкретных туристических пакетов. На срок 2-3 дня и чтобы там было все от начала и до конца. Там все туристические изделия, размещение, питание, экскурсии. Причем действует одна схема для разных содержаний. Если, например, это культурная поездка, какие музеи. Если выход на природу, какие объекты. То есть ждем от российской стороны готовых турпакетов для дальнейшего маркетинга. С целью разработки конкретных предложений для туристов из соседней и других стран и проводятся подобные конференции. Они организованы в формате воркшопа, то есть прямого диалога, вовлечь в который организаторы пытаются максимальное количество заинтересованных лиц. В первую очередь предпринимателей. Мы пригласили представителей туриндустрии, сферы услуг. Сегодня будет проходить во второй половине дня мероприятие, непосредственно связанное с воркшопом обсуждения четырех направлений развития туризма. Мы надеемся, что это сильно поможет нашим субъектам малого и среднего бизнеса завести дополнительные контакты. Возможно создать какой-то новый турпродукт. Конференция в рамках проекта «Сала Гейт» продлится несколько дней. За это время представители финской стороны посетят на Кольском полуострове несколько привлекательных с точки зрения развития туризма объектов. Активная работа с призывной и допризывной молодежью – одна из главных задач Кандалакшской автошколы ДОСААФ. На базе этого учреждения в эти дни проходит ряд занятий с десятиклассниками, на которых ребята, многим из которых предстоит служить в армии, получают начальные навыки и знания об армейской жизни. Подготовка физическая, строевая и тактическая, уставы и радиационно-химическая защита – такие знания получают в эти дни десятиклассники из двух школ. Всего около 70 человек. На этой неделе для них проводится ряд практических занятий, на которых будущие солдаты знакомятся с навыками армейской жизни. Официально, в первую очередь, это для подготовки к армии, но не все пойдут из них, есть у них метод воды. Поэтому дисциплинируют, прочувствуют, что такое армия, хотя бы чуть-чуть, на пять дней, ну и воспитывают патриотизм. По словам преподавателей, одной из самых любимых дисциплин в рамках сборов является огневая подготовка. Здесь ребята могут узнать об устройстве автомата, попробовать свои силы в стрельбе по мишеням. Подобные занятия когда-то проходили на базе воинских частей. Но поскольку многие из них были ликвидированы, к воспитанию допризывной молодежи подключились другие учреждения. В нашем городе ряд занятий проходит в автошколе ДСААФ. Раньше, в принципе, когда было много воинских частей вокруг, все равно проводились занятия на базе ДСААФ. Потому что ДСААФ занимается допризывной подготовкой, это ее основная задача. Сейчас это возрождается просто-напросто. То, что было в советское время, теперь уже в наше время. На нашей базе занимаются, значит, они учебные сборы проходят, ребятки, огневую подготовку, строевую подготовку. На подобных сборах ребята узнают и о том, как действовать в экстремальной ситуации. Например, как оказать первую медицинскую помощь, что такое сердечно-легочная реанимация и как ее провести. Педагоги уверены, полученные знания обязательно пригодятся молодежи тем ребятам, которые будут нести службу в рядах вооруженных сил. Довольны военными сборами и сами десятиклассники. Конечно, может пригодиться в армейской жизни. Научился я маршевать, ходить строем. И самый запоминающийся этап – это, наверное, стрельба. Это нужно, так как подготавливать к армии, и надо становиться мужчиной. Завтра для ребят последний день сборов. Будут официально подведены их итоги. Среди десятиклассников определяют тех, кто наиболее успешно проявил себя на занятиях. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в городе по району будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Днем сохранится ясная погода. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет падать. 17 мая солнечная активность, умеренное геомагнитное поле неустойчивое. В ночь на субботу будет переменная облачность. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 7 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов выше 0. Атмосферное давление продолжит падать. 18 мая солнечная активность, умеренное геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин